Умные люди говорят, что у гений Пушкина заключается в том, что до сих пор в его творениях каждый может найти что-то для себя и про себя. И долго буду тем любезен я народу, что, чувствуя добрые, я лирой пробуждал. В рамках должностных полномочий корреспондента телекомпании ТВИН. Это итоговая информационно-аналитическая программа телекомпании ТВИН. Время местное событие недели. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Мы рассказываем только о том, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием и то, что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Отныне в статусе международного парижский полумарафон уже в восьмой раз собрал любителей и профессионалов бега на длинные дистанции. Их оказалось более двух тысяч. Чем еще запомнился забег под Эйфелевой башней? Приедет область и рассудит. Прием граждан по личным вопросам провели первый заместитель прокурора области Павел Вепрев и уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. Вместе мы можем все. В Центре социальной помощи детям «Мозаика» благотворительного фонда «Металлург» открылась вторая очередь. Сейчас в учреждении занимаются 88 ребят с ментальными особенностями здоровья. Теперь и на правом магнитогорцы смогут устроиться на работу, просто прогуливаясь по торговому комплексу. Метизно-калибровочный завод открыл в гостином дворе кадровый центр. В точном соответствии с православными традициями храм всех святых, расположенный на площадках компании «Евросервис», начал полноценную работу. И сейчас об этих и других событиях более подробно. Начнем с новости, пожалуй, самой актуальной для нашего города. На этой неделе стало известно, что Магнитогорский металлургический комбинат получил свидетельство и электронно-цифровой знак соответствия региональному экологическому стандарту Челябинской области. В рамках достижения соответствия требованиям экостандарта проведены масштабные работы, основной целью которых является сокращение выбросов в атмосферный воздух, направленные в том числе и на достижение целей федерального проекта «Чистый воздух». В период с 2017 по 2023 годы в реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух комбинат инвестировал 52,5 миллиарда рублей. Выбросы загрязняющих веществ в МК в атмосферу за этот период сократились на 32,5 тысячи тонн или на 16%. Улучшение качества атмосферного воздуха уже сейчас можно оценить по абсолютно объективным данным, получаемым по результатам замеров, выполняемых в городе лабораториями Росгидромета и ММК. В настоящее время мониторинг атмосферного воздуха города Магнитогорска осуществляется на 11 стационарных постах наблюдения сети Росгидромет и ММК, а также тремя передвижными лабораториями ММК. Только лаборатории ММК на границе санитарно-защитной зоны и территории предприятия ежесуточно в непрерывном режиме выполняется около 3 тысяч замеров концентраций по 20 загрязняющим веществам. Контроль ведется в 50 точках. Информация о качестве атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны доступна для всех жителей и размещается на сайте ММК в онлайн-режиме. Результаты государственного мониторинга, выполняемого Росгидрометом, показывают, что в период с 2017 по 2023 годы достигнуты впечатляющие результаты. Концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Магнитогорска сократились в разы. Марганца в 3,9 раза, бензопирена в 3,3 раза, оксида углерода в 3 раза, взвешенных веществ в 1,7 раза, формальдегида в 1,3 раза. Это подтверждают и слова начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля Зинуровой Марины Рамильевны. Отмечается уменьшение количества жалоб, поступающих от горожан в администрацию на состояние атмосферного воздуха. Это видно на примере этого года, когда в первом квартале был зафиксирован рост количества суток с неблагоприятными метеорологическими условиями в 2 раза по сравнению с прошлым годом. При этом роста обращений мы не наблюдали. Снижение выбросов в атмосферу продолжается и сегодня. Самый масштабный реализуемый проект ММК – строительство комплекса новой коксовой батареи номер 12, которая будет оснащена 28 системами аспирации, установками десульфурации и денитрификации выбросов системы отопления, а также биохимической установкой очистки воды и замкнутой оборотной системой водоснабжения. С ее запуском в работу в 2024 году и последующим выводом из строя устаревших батарей выбросы сократятся более чем на 11 тысяч тонн в год. Реализация ММК-мероприятий в рамках регионального экологического стандарта и федерального проекта «Чистый воздух» позволит Магнитогорску в 2026 году получить статус «Чистый город». Вы смотрите «Время. Местное. События. Неделя». Солнце русской поэзии и наше все. 6 июня в России отметили юбилей. 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Тысячи мероприятий все еще проходят по всей стране. В Челябинской области организовали свой читательский марафон. Его участниками стали десятки южноуральцев, в том числе губернатор области. Не остались в стороне и магнитогорцы. В эфире телемоста сразу несколько площадок региона. Библиотеки, домотворчество и штаб общественной поддержки в Челябинске. Именно отсюда старт марафону, посвященному юбилею Пушкина, дает губернатор Челябинской области. Алексей Текслер в прямом эфире, который транслировали в сети ВК, читает отрывок из своего любимого произведения. Александр Сергеевич Пушкин. Бородинская годовщина. Великий день Бородина мы братской тризной поминая твердили. Шли же племена бедой России угрожая. Не вся ль Европа тут была, а чья звезда ее вела. Ну стали ж мы пятою твердой и грудью приняли напор племен послушных воле гордой. И равен был неравный спор. После эстафету подхватывают и другие жители региона. Врачи, деятели культуры, школьники, рабочие. Магнитогорск на марафоне представляет Елена Шепелева. Девушка работает на ММК в листопрокатном цехе номер 11. Сейчас в декретном отпуске. Волнулись я, конечно, волнуюсь. Это очень ответственно. Так как сегодня праздник Пушкина. Мы хотим показать, что мы его помним, что наши дети тоже в школе его читают. И о том, что не забыто. И мы этим гордимся. У меня пока нету школьников еще. Я думаю, что это все впереди. И обязательно ознакомим с данными произведениями. И они, я думаю, что тоже будут одни из любимых. Для декламирования Елена выбрала любимое стихотворение «Лукоморье». К слову, Южный Урал в жизни Александра Пушкина занимал особое место. Поэт стремился к нам с тех пор, как у него возникла идея написать исторический очерк. Немало связывает с великим поэтом и Магнитогорск. Александру Сергеевичу Пушкину сегодня 225 лет. Все мы его знаем, читали в детстве. И потом открывали томики, уже будучи взрослыми людьми. И в Магнитогорске есть места, которые связаны с именем Пушкина. Это драматический театр его имени. Это проспект Пушкина на левом берегу. И там же стоит памятник из бетона Александру Сергеевичу. Кстати, его поставили ровно 75 лет назад. Присоединиться к марафону чтецов может любой магнитогорец. Для этого необходимо записать на видео любимое стихотворение поэта и выложить ролик в своих соцсетях с хэштегом «Южный Урал читает Пушкина». Когда новости о спортивных событиях идут в начале выпуска, это значит лишь одно. Мероприятие вышло далеко за рамки физкультурного проекта. Уже восьмой раз состоялся парижский полумарафон. Он собрал более двух тысяч участников. Забеги проходили под статусом международных, поскольку на него приехали любители бега из Казахстана и Белоруссии. Немалая роль была отведена и культурной составляющей. Побывал на празднике спорта наш корреспондент. Парижский полумарафон – один из главных спортивных брендов Челябинской области. И это не просто слова. В этом году соревнования собрали 2200 участников. Причем все слоты были раскоплены еще за три месяца до проведения забегов. Эти старты максимально демократичны. Каждый мог выбрать дисциплину и дистанцию для себя. Собственно, полумарафон – 21,1 километр, 10 или 5 километров. Велозаезд, северная ходьба. Также была дистанция для самых юных бегунов. Было на что посмотреть и далеким от спорта гостям. Свадьба в Париже. Что может быть романтичней? В этом году впервые в истории. На полумарафоне четыре пары провели торжественную регистрацию брака. Те, кто уже давно создал ячейку общества, могли пройти семейный квест. А в палатках были широко представлены быт и различные ремесла народов Южного Урала. Программа была включена и Парижская миля. Это забег на 1 километр 600 метров. Среди его участников первые лица региона, а также именитые спортсмены, призеры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Наш регион узнают с разной стороны. И вот Парижский полумарафон, кроме спортивного события, становится и таким общественно-культурно-спортивным событием. И не только для нашего региона, но и для всей страны. И я этому очень рад. Соревнование сегодня, оно всю Челябинскую область подвигает, наверное, к правильному воспитанию наших жителей. Сегодня мы получили огромное удовольствие, пробежали, чувствуем себя молодыми опять, веселыми, да. И с прекрасным настроением, завтра все приступим к работе. Самым массовым уже традиционно стал забег на 5 километров. Победу на данной дистанции одержал спортсмен из Чувашии Владимир Попов. Впечатления только положительные. Большое спасибо и слова благодарности я хотел бы сказать организаторам данных соревнований, судьям и, главное, спонсорам этих соревнований. Такое количество улыбок по дистанции, не каждый старт увидишь это. Поэтому этот старт очень здоровский. Отметим, каждый участник получил медаль с изображением Эйфелевой башни, а победители и призеры – денежные сертификаты. Сюда приезжают действительно семьями, полноценно бежать мама, папа, дети. Все счастливы от этого. И самое главное, что спорт дает нам здоровье на будущее. И я с удовольствием всех приглашаю на следующий парижский полумарафон. Будет еще круче, поверьте, с каждым годом это событие становится все лучше и лучше. Павел Грусенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ. Официальные хроники в событиях. На этой неделе прием граждан по личным вопросам провели первый заместитель прокурора области Павел Вепрев и уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. С различными вопросами к ним обратились почти три десятка магнитогорцев. Прием в Магнитогорске прошел по поручению прокурора Челябинской области Карена Габриеляна в соответствии с планом работы мобильной приемной. Жители обращались с вопросами о восстановлении и защите своих социальных прав. Основные проблемы касались жилищно-коммунального хозяйства, трудовых прав и прав людей с инвалидностью. Многие вопросы были связаны с защитой прав граждан на досудебной стадии уголовного процесса. В ходе личного приема руководителям даны необходимые комментарии. В каждом случае будет проведена проверка, по результатам которой в установленный законом срок заявители получат ответ. В каждом случае в ходе проводимой проверки будет обеспечена обратная связь с заявителями, о чем им сообщено в ходе личного приема, и в случае несогласия заявители в праве будут обратиться на повторный прием. Отметим, прокуроры контролируют соблюдение законов в разных областях, связанных с защитой прав граждан. Однако, если возникли проблемы, сначала необходимо обратиться к районному прокурору по месту нарушения прав. Поэтому некоторые жители пришли после того, как прошли все инстанции. Защита их прав возможна при наличии новых аргументов или обстоятельств. Сегодня такая встреча проведена в связи с тем, что мы осуществляем такие выезды в различные муниципалитеты, проводим прием совместно с уполномоченными, заместителями губернатора Челябинской области. Поэтому такие встречи будут продолжены в течение года. Если вы заметили, мы проводили прием с жителями города Магнитогорска в режиме видеоконференц-связи. Павел Валерьевич встречался с заявителями. Сегодня он уже непосредственно лично выехал для того, чтобы пообщаться вживую с заявителями и выяснить, какие еще существуют проблемы, требующие нашего вмешательства уже силами работников аппарата прокуратуры области. Павел Берсенев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Реализацию в Магнитогорске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в первом полугодии 2024 года и организацию работы пляжей на городских водоемах обсудили на аппаратном совещании угловой города. Нашлось на заседании место и другим темам. Обо всем по порядку далее. В Магнитогорске созданы все условия для сдачи нормативов комплекса ГТО. На текущий момент проведено 36 мероприятий с общим количеством приступивших к испытаниям 1906 человек. По результатам выгрузки из АИС ГТО за первый квартал 2024 года количество выполненных нормативов составляет 589 человек. За второй квартал 2024 года выгрузка знаков будет в июле. ГТО это в общем-то не сама цель, это в общем-то средств, это здоровье нации. Мы с вами, кстати говоря, по городу держим курс на именно максимальное вовлечение людей в спорт с тем, чтобы действительно улучшить ситуацию по здоровью людей, чтобы как-то их оторвать. Кстати говоря, мне кажется, нам это во многом удается. 1 июня в Магнитогорске официально открылся купальный сезон. В этом году окунуться можно будет на четырех официальных пляжах. Это центральный пляж за монументом тыл фронту, в парке отдыха Лукоморье, в городском курорте Притяжение, а также на северном пляже на территории парка Ветеранов. Там пока еще ведутся работы по реконструкции. По завершению будут взяты пробы воды и проведена приемка. Только эти места оснащены всем необходимым. И только здесь может быть гарантирован безопасный отдых. На территории пляжей организовано дежурство матросов-спасателей, медицинских работников, имеющих соответствующую подготовку. Спасательные посты оборудованы всем необходимым оборудованием. Это спасательные жилеты, спасательные круги, бинокли, мегафоны, сотовые телефоны, санитарная сумка, а также комплекты для оказания помощи на воде. Это маски, трубки, ласты. К сожалению, мы каждый год, Олег Борисович, вынуждены констатировать, что находятся желающие пойти покупаться туда, где нельзя, и обязательно еще и утонуть. Все 100% они связаны с тем, что люди купаются в неразрешенных местах, ну и еще, конечно, с большим влиянием алкоголя в том числе. Финальный доклад был посвящен вопросам санитарной уборки города. За три недели на работах ежесуточно было задействовано в среднем 101 единицы техники и 103 дорожных рабочих. Было отработано 13 обращений граждан и 4 предписания госавтоинспекции. Павел Брюсенев, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Круглая дата. Центр материнства благотворительного фонда «Металлург» празднует юбилей. Вот уже 20 лет его сотрудники помогают беременным женщинам в подготовке к родам и заботятся об их здоровье. С каким итогом подошли к знаменательной дате, узнала наша съемочная группа. 1 июня – день защиты детей. Первый день лета и день рождения Центра материнства. В этом году учреждению, в котором заботятся о будущем поколении, исполняется 20 лет. С Центром материнства не страшно даже в десятый раз пойти в беременность. И уж тем более с услугами, которые оказывает наш Центр, все пройдет просто замечательно. По случаю знаменательной даты будущие мамы организовали танцевальный флешмоб. Они подготовили номер и выступили с ним во время праздника, организованного благотворительным фондом «Металлург» ко дню защиты детей. Мы хотим выразить огромную благодарность нашим, как говорится, наставникам Наталье Ивановне и Марине Александровне. Мы вас очень любим, вы нас встречаете всегда как дома. Каждый месяц в Центре материнства наблюдаются более 100 беременных женщин. Все они являются работницами группы компании ПАО ММК. У меня уже третья беременность. Я уже третью беременность встречаю и помогает мне именно Центр материнства. Это огромная поддержка от ПАО ММК. Мы за это благодарны. Мы с 12 недель беременности на основании медицинского заключения переходим на легкий труд. Ходим два раза в неделю в Центр материнства. При этом заработная плата наша сохраняется. С нами работают психологи, педиатры приходят, акушеры-гинекологи читают лекции, готовят нас, как будущих матерей, к дальнейшей прекрасной жизни, ну и к подготовке уже к воспитанию будущего ребенка. Для своих подопечных Центр разрабатывает специальные программы, которые направлены на оздоровление и подготовку к родам. И каждый раз стараются придумать что-то новое. Мы стараемся учесть все пожелания девочек. Мы захотели живое общение, пожалуйста, у нас больше лекций. Хотите акваэробику, пожалуйста, девочки. Йога для беременных полезна, пожалуйста. Мы стараемся выбрать и нужные, и полезные занятия, чтобы это действительно радовало всех. Во время работы Центра материнства посетило около 12 тысяч женщин. Столько же малышей появились на свет. Из них 81 двойня и 1 тройня. Статистику в Центре намерены наращивать. А пока сотрудники принимают самые теплые поздравления. Чтобы все детки были рождены, чтобы все было на позитиве, чтобы все было отлично. Сами себе мы пожелаем, чтобы приходили к нам беременные женщины, чтобы мы рассеяли всех их страхи, чтобы подготовленные с уверенностью. Они шли и знали, что роды обязательно будут благополучные. Берегите самое дорогое, что у вас есть. Это семья. Юлия Черешнева, Ольга Аникина, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. И в продолжение социальной тематики. В Центре социальной помощи детям «Мозаика» благотворительного фонда «Металлург» открылась вторая очередь. Сейчас в учреждении занимаются 88 ребят с ментальными особенностями здоровья. А о большой любви к особенным детям в сюжете нашего корреспондента. Открытие первой очереди Центра социальной помощи детям «Мозаика» благотворительного фонда «Металлург» состоялось в январе этого года в помещении площадью более 400 квадратных метров, переданным в безвозмездное пользование от ПАО ММК. Мы проехали всю Челябинскую область, по России проехали, посмотрели, в каких городах какие центры, на какой основе существуют, какая организация. То есть обучились, по сути, и на основе того опыта, который существует, мы создали этот центр, набрали персонал, а сегодня он работает. В феврале начала работать вторая очередь центром. Если раньше в учреждении могли заниматься 60 ребят с ментальными особенностями здоровья, то сейчас их количество возросло до 88. Подопечные учреждения посещают индивидуальные занятия логопеда и дефектолога, мастер-классы, занимаются адаптивной физкультурой на специальном оборудовании. В инклюзивной мастерской дети получают профильные трудовые умения. Здесь под руководством наших сотрудников дети приобретают начальные навыки, ну пока в швейном деле. То есть мы планируем потом и керамию, планируем выжигание, работу с деревом. В центре имеется группа кратковременного пребывания детей, проводятся занятия по основам социальной жизни, досуговые мероприятия. Для родителей предусмотрены занятия с психологом. Спасибо вам за ваш центр. Дети ходят с удовольствием. Есть результаты, это самое главное для нас. Очень хороший штат сотрудников, тут очень радуются. На учебной кухне в рамках проекта «Вкусное дело» ребята постигают азы кулинарии, закрепляют навыки самообслуживания. В сопровождении наставников осуществляют покупку продуктов в магазинах. Мы в том числе посетили и кулинарный их предмет. Ребята обучают повседневно. Для нас, казалось бы, может быть обычным делам, а для детей это такой прям серьезный шаг в их самостоятельности. Очень здорово видеть, что у ребят все получается. В настоящее время прорабатывается вопрос организации отделения ранней помощи детям с ментальными особенностями здоровья, где получат возможность развития совсем юной магнитогорцы и жителей близлежащих районов от трех лет. Будем, наверное, и дальше продолжать развивать подобные направления. И его востребность, конечно, безусловно, сегодня имеется. Чем больше будет возможностей подобного рода, тем больше мы сможем уделять времени каждому отдельному ребенку. Это очень важно. Воспитанники Центра социальной помощи детям «Мозаика» делают серьезные успехи во всех направлениях. Большую роль в этом играют чуткие и профессиональные наставники, для которых это не просто работа. И каждая победа ребят над собой для работников Центра на вес золота. Дети, они нам со временем все становятся родные. Если, например, девочка прибегала, проявляла агрессию, могла просто, проходя мимо тебя, покусать, поцарапать. Сейчас это просто милый ребенок, который улыбается, с радостью подходит, обнимается. То есть вот эти вещи. Довольные, спокойные глаза мам. То есть когда мама пришла, пусть она на три часа ребенка оставила, но она знает, что ребенок под присмотром, что он не просто как в камере хранения, а с ним действительно занимается. Вот для меня, как для мамы, это тоже очень важно. Дина Столярова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. И закон есть, и штрафы за его нарушения. Почему же тогда он не работает в полной мере? Закон об ответственном обращении с животными стал главной темой круглого стола, который был организован общественной палатой Магнитогорска. Поводом для его проведения стали жалобы горожан на владельцев собак, которые не желают убирать за своими питомцами как в городских парках, так и в кварталах. Эти съемки были сделаны в начале марта во время очередного рейда по экопарку. Молодой человек и его питомец приходят сюда на прогулку два раза в день. Как выяснилось, у владельца не оказалось пакета с совком для сбора отходов жизнедеятельности собаки. Я просто контролирую питание. Я же хозяин. Я знаю, сколько собак сходит в туалет. Когда ты кормишь собаку определенным кормом, ты можешь контролировать его стул. По словам сотрудников районных администраций, которые проводят рейды, такие отговорки постоянны. Некоторые владельцы собак в принципе не считают нужным убирать за своими четвероногими питомцами. Тем более в кварталах, где рейды не проводятся. Проблема особенно актуальна весной, когда начинает таять снег. Именно тогда, по словам Владимира Зяблицева, горожане засыпают общественную палату жалобами. Невозможно выйти из дома, с ребенком негде погулять, куда ни глянешь, везде собачье дерьмо и уже нет терпения. Напомню, в 2023 году в Челябинской области был принят закон, который предусматривает штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Ответственность есть. Действительно, закон Челябинской области об административных правонарушениях предусматривает штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей на граждан. Соответственно, определены органы, которые имеют право составлять протокол и привлекать к ответственности. Но, как такового механизма до сих пор нет. Сегодня общественники, юристы, представители городской администрации собрались за круглым столом, чтобы продумать алгоритмы. От момента факта установления нарушения, составления протокола и до привлечения к ответственности. Юрист Елена Поздеева считает, что в городе катастрофически не хватает мест для выгула собак и собачьих площадок, которые должны быть оснащены док-боксами, специальными пакетами для утилизации биоотходов. Чтобы они появились, инициатива должна исходить от жителей. Для этого необходимо провести собрание жильцов дома и заручиться двух третих голосов от общего числа. Марина Зинурова возражает. Безусловно, площадки для выгула собак – это хорошо, но есть определенные нормы СанПИНА, которые ограничивают возможность расположения площадки в границах жилой застройки. Эффективный и стимулирующий механизм – это установка таких же самых док-боксов, управляющими компаниями на внутрепортальных территориях. Есть опыты очень многих городов, где снабжение пакетов вот этих биоразлагаемых док-боксами обеспечиваются клиниками ветеринарными за счет размещения рекламных каких-то вот моментов на док-боксах, восстанавливаемых на внутрепортальных территориях. Что же касается установления факта нарушения, депутат городского собрания Дмитрий Куряев считает, что соблюдению закона способствует расширение системы видеофиксации. Многие сошлись на том, что демонстрация правильного поведения также окажется действенной. Если всегда убирать за своей собакой и вести разъяснительные беседы со знакомыми владельцами животных, в скором времени многие из них постепенно изменят привычки во время выглов. Юлия Черешнева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Промплощадка в событиях. Продажи Магнитогорского металлургического комбината через Marketplace ММК Market в 2023 году составили 80 тысяч тонн металлопродукции, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Всего за год через корпоративный Marketplace реализовано продукции на 6 миллиардов рублей. Число заказов превысило 6 тысяч. В среднем ежедневно отгружается 24 заказа, ежедневно регистрируется в среднем 7 новых клиентов, а общее число посещений составляет порядка 1000 человек в сутки. Сегодня Marketplace Магнитки позволяет напрямую, без посредников, купить по оптовым ценам в удобном формате продукцию компаний группы ПАО ММК. От коробки гвоздей до больших партий товара, как из наличия на складе, так и под заказ. А в числе клиентов площадки как юридические, так и физические лица. Постоянно расширяется функционал Marketplace, повышается качество сервиса и скорость выполнения клиентских заказов. В частности, организована автоматическая услуга доставки. Автоматизация процесса дает клиентам возможность оперативно сравнивать стоимость доставки силами продавца с самовывозом. Обеспечена оперативность получения заказа. Клиент информируется о статусе заказа, получает интернет-заказ с подтверждением по SMS-сообщению. Клиенты электронной торговой площадки ММК для своего удобства могут использовать специально разработанное мобильное приложение, обладающее полным функционалом, удобным каталогом продукции с интуитивным поиском и фильтрацией, персонализированным личным кабинетом с историей заказов и гибким выбором способов оплаты, интеграцией с внутренними системами группы компаний ПАО ММК для бесшовного взаимодействия. Теперь и на правом. Магнитогорцы смогут устроиться на работу, просто прогуливаясь по торговому комплексу. Магнитогорский метизно-калибровочный завод открыл в гостином дворе кадровый центр. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Светлана Китаева – работница ММК «Метиз». Узнав, что в гостином дворе открывается кадровый центр, пришла сюда с дочерью Татьяной. Девушка в этом году оканчивает университет и, возможно, пойдет по стопам матери. Работаю уже 25 лет. В 1998 году я устроилась. Я не жалею. Сейчас это стабильность, это гарантия. Предприятие – это заработная плата, это никаких задержек. Это вообще здорово, замечательно. Я думаю, что здесь достойно будет. У нас же отдел кадров находится на левом берегу, кому-то неудобно ехать. Может быть, кто-то не знает, как добираться по каким-то причинам. Думаю, здесь это замечательно. Для современного человека доступность информации, разнообразные способы ее получения, скорость принятия решений играют существенную роль. А уж при выборе места работы тем более. В группе компаний по ММК сегодня вырабатывается новый ориентированный подход не только к клиентам, но и к работникам, в том числе потенциальным. Кадровый центр ММК «Метис» – место, в котором предприятие максимально близко подходит к жителям города и обращается к ним напрямую, предоставляя соискателям актуальную и полезную информацию. Мы делаем социологические опросы и видим, что вот именно удобство и условия труда являются сейчас приоритетными для каждого человека. И поэтому считаем, что предоставляя, в том числе на начальном уровне, когда люди приходят на работу, прямо с первого же шага демонстрируем им свою открытость и готовность именно оказывать кадровый сервис. В кадровом центре ММК «Метис» можно будет узнать о предприятии, его истории, социальной политике, о вакансиях, коллективном договоре, особенностях графика и так далее. Будет работать каждый день недели с 11 часов до 7 вечера. Наши специалисты будут рады ответить на возникающие вопросы и пригласить, собственно, к нам на предприятие для более детального ознакомления с будущей работой. Галина Смирнова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Продолжаем рубрику. Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди российских предприятий по числу туристов в 2023 году. Результаты рейтинга представил деловой портал управления производством. ММК одержал победу как в общем зачете, так и в отдельных номинациях. Профориентационный туризм и туры для специалистов. Что интересного показывают гостям и как попасть на экскурсию. На Магнитогорский металлургический комбинат едут туристы со всей России. Так что по итогам года ММК стал самым посещаемым предприятием в стране. Всего промышленную площадку в прошлом году посетили 13 667 человек. В том числе 8 654 школьника и студента для профориентации. А также 2320 специалистов для ознакомления с производственным опытом компании. Прежде чем попасть на промплощадку, гости приодеваются в спецодежду. На верхней полочке лежат перчатки, которые взять с собой обязательно. Бахилы на свои носки в обувь и голубенькая шапочка под каску. Сегодня на экскурсии сотрудники сервисной компании. Большая сеть работает по всей стране, поэтому в группе люди из 10 разных городов России. Ее директор бывал на металлургическом комбинате не раз и решил показать его сотрудникам. Почему я сам лично тоже захотел повторить эту экскурсию уже через годы. Потому что вижу и в телевидении, и отзывы слышу. У меня многие родственники работают на комбинате, рассказывают о том, насколько все серьезно поменялось. Насколько поменялись технологии и культура производства. И я хочу это, если говорить про себя лично, хотел бы сам в этом убедиться. Сейчас на комбинате разработано 8 маршрутов для взрослых детей и студентов. Есть маршрут для категории людей с ограниченными возможностями. Его запустили в 2022 году. Для людей на инвалидных колясках открыты двери листопрокатного цеха номер 11. Недавно мы совсем запустили новый маршрут для детей в категории от 8 до 12 лет. Этот маршрут называется «О чем гудит железная дорога ММК». Экскурсия проходит на территории управления логистики. Дети выходят из автобуса. До этого у нас был только автобусный маршрут для детей. Сейчас у нас дети выходят из автобуса, смотрят и знакомятся с памятником первого паровоза, с памятником вагона. Мы заходим в вагонное депо, мы посещаем диспетчерскую, рассказываем о наших работниках, в том числе рассказываем о профессиях машиниста, помощника машиниста и диспетчера. ММК накопил внушительный опыт развития промтуризма и активно делится им с другими предприятиями. За последние два года комбинат принял более 50 делегаций различных компаний, приехавших изучить процесс организации экскурсии на производство или предприятия. По словам руководителя Центра компетенции по развитию промышленного туризма ММК Марии Пушкарской, в первую очередь промтуризм сейчас. Это новая политика открытости бизнеса, новая философия современных промышленных предприятий, которая помогает выстраивать прозрачные и взаимовыгодные отношения с различными аудиториями на региональном, федеральном и международном уровне. Во-вторых, решаем экологические проблемы. То есть комбинат вкладывает огромные деньги для решения экологических проблем в городе. И на своих экскурсиях мы как раз нашим посетителям рассказываем и показываем решение этих проблем. В-третьих, любой теперь житель города, гость города может спокойно заказать себе экскурсию на комбинат через сайт. Ну и в-четвертых, конечно, приходя на комбинат, наши посетители и дети, и студенты, и гости города видят, какое современное производство сейчас у нас на комбинате. В основном гостей водят в доме на цех, где посетители могут увидеть искры раскаленного металла. ЛПЦ-11 с его роботами и автоматизированными рабочими местами. ЛПЦ-4, открытый только после реконструкции. И СПЦ, где показывают дуговые печи и заготовки, которые выходят из печей. Сегодня на комбинат может попасть любой желающий. Для этого необходимо записаться на экскурсию через сайт mmktour.ru. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Индустриальный пейзаж с натуры – настоящий подарок для художника. Второй год подряд на ММК реализуется проект, в рамках которого профессионалы и любители получают возможность написать картины на промплощадке. Если раньше художники работали внутри цехов комбината, то в этом году мастера кисти вышли на пленэр. Что из этого получилось, расскажет наш корреспондент. Настоящему художнику все нипочем. Вот и этот пленэр профессионалы и любители запомнят на всю жизнь. Выезд на промплощадку металлургического комбината для многих событие не рядовое. А уж если это сопряжено с работой под проливным дождем, эмоций куда больше. Марина Ищенко в проекте «Художники на ММК» участвует во второй раз. Год назад писала картины внутри производства. В этом году вместе со всеми черпает вдохновение с индустриального пейзажа. Готовилась работать маслом, но погода внесла свои коррективы. Я готовилась писать маслом, но погода такая, что пока акрил. Любые впечатления натурные, они важны. Даже если на первый взгляд ничего не получилось, все равно там что-то есть очень много ценного материала. А вот для Ирины Леоновой художника-любителя это не только первый выезд на пленэр, но еще и первый визит на ММК. Потому эмоции зашкаливают. Я любитель, я души занимаюсь рисованием. Это очень нравится. Впервые услышала об этом проекте. Стало интересно. В режиме реального времени на пленэре я первый раз рисую. И интересно было испытать этот опыт, пообщаться с профессионалами. Испытать себя, узнать много нового. Проект художники на ММК зародился год назад с подачи самих художников и управления информацией и общественных связей ПАО ММК. Опыт предыдущего нашей совместной работы с ММК, пленэр, показал как раз таки, что организация на высоком очень уровне. И что результат выставки, вообще сам процесс взаимоотношений с администрацией ММК, это происходит очень комфортно для художников. Этот пленэр длился несколько часов. И хотя пока художники писали свои картины, лил дождь, после все же выглянуло солнце. И участникам проекта удалось еще лучше рассмотреть детали производства и насладиться масштабами и видами металлургического гиганта. Работа у нас сегодня была такая специфическая. Мы приехали, начался дождь, холсты намокли, масло на воду не ложилось. Но все, вот просто все, если спросить каждого, все с таким удовольствием побыли здесь, провели здесь это время, сделали эскизы. Я думаю, что мы сделаем хорошие работы для выставки и выставимся достаточно на хорошем уровне. И ждем еще приглашения от комбината, нам понравилось. Елена Старостина, Аркадий Стариков, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. И наша новая рубрика «Притяжение в событиях». Победители определены, но их имена пока держат в секрете. В МГТУ состоялась финальная защита проекта будущего детского центра. Напомним, курорт «Притяжение» при поддержке Магнитогорского металлургического комбината объявил конкурс среди студентов МГТУ. Студенческому сообществу предложили спроектировать содержательное наполнение новой масштабной площадки. Авторы лучших проектов получат призы. За первое место – один миллион рублей, за второе – планшеты, за третье – айфон каждому участнику проекта. Итак, сегодня финишная прямая. В полуфинале конкурса было 37 работ, до финала допущены только 11. По словам Максима Ясько, уровень проектов достойный, а что особенно удивило, большинство команд проработали весь детский комплекс в целом, а не только одну локацию, что кратно усложнило работу жюри. Также было удивительно качество проработки с точки зрения поставщиков оборудования уже проработанное, причем не просто проработанные какие-то названия, а установленные контакты, полученные коммерческие предложения, полученные какие-то проработки предварительные. Из слабого я бы отметил все-таки объективно слабую проработку экономической стороны, потому что это неудивительно, ребятам тяжело рубль в рубль попасть, оценить, но поэтому мы смотрели прежде всего на адекватность цифр. В полуфинале каждой команде были выданы замечания по их проекту, поэтому сегодня члены жюри оценивали проработанность всех материалов, в том числе с точки зрения выполненных предписаний. Команда под номером один справилась с этим неплохо, а по словам Максима Ясько, были устранены все замечания. Авторы работы «Идеальное место для детства без границ» предложили комплексный проект со множеством локаций. Одна из самых интересных – «Сладкое королевство» с тремя мини-фабриками по производству шоколада, мармелада и конфет, с карусельками, карамельками и шоколадной речкой. Но членов жюри сегодня больше интересовала финансовая сторона вопроса. «Закладывали определенную стоимость билетов, а количество посетителей как лучше?» «Делали расчет, исходя из годового посещения. Вот на этом слайде мы приняли среднее значение за год и выделили процентовку и количество человек посещения в один день». Экономическая составляющая проекта оказалась самой сложной для команды, в составе которой архитекторы и дизайнеры. Студенты второго курса признаются, делали упорно в визуализацию. Одно дерево, как из фильма «Аватар», только чего стоит. А вопросы жюри про финансовые расчеты поставили ребят в тупик. «Вот в том-то и дело, что мы больше дизайнеры и архитекторы, мы занимаемся визуальным видом, а это уже более экономические моменты. Это как раз-таки было самым сложным, поскольку мы постарались рассчитать стоимости, исходя из тех общедоступных данных, которые были у нас от представителей притяжения, по посещаемости, по конкурентам». «Мы в первый раз участвуем в таком мероприятии, так скажем, и для нас это опыт в первую очередь. Мы попробовали, посмотрели, повизуалили, сделали очень много и в будущем, думаю, нам понадобится в целом». Отмечу, что ввод в эксплуатацию уникального пространства для детей и подростков запланирован на июль следующего года. Максим Ясько напомнил, что проект детского центра в данный момент параллельно прорабатывается профессиональными командами. Но при этом инициатор притяжения Виктор Рашников принял решение дать возможность студентам проявить себя. Самые интересные идеи найдут свое отражение в будущем детском центре, а некоторые будут реализованы на территории городского курорта. «Это важно и для университета, что нас ценят, и та инициатива, которую Виктор Филиппович Рашников предложил по этому конкурсу, она очень важна для университета. Значит, наш университет ценится у самого главного нашего стратегического партнера Павла Милка». Сегодня определили тройку победителей. Организаторы готовы были назвать имена сразу, но руководство МГТУ настояло оттянуть этот момент аж до 12 июля. За чью идею заплатят миллион рублей, а кто получит ценные призы, станет известно во время праздника, который состоится для студентов в притяжении. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, телекомпания ТВИ. Цвет настроения «Зеленый» экологи ММК отметили свой профессиональный праздник знаковыми акциями. Привели в порядок песчаную дамбу в районе Южного Перехода и заселили новыми обитателями, толстолобиками и сазанами водоем парка притяжения. Подробности в сюжете. 5 июня в России отмечается День эколога. Важная дата и для Магнитогорского металлургического комбината, ежегодно выделяющего миллиарды рублей на природоохранные мероприятия. Уже традиционно сотрудники лаборатории охраны окружающей среды ММК отмечают свой профессиональный праздник, как говорится, в полях. На повестке дня два мероприятия. Каждый год мы что-то пытаемся сделать нового. Ну вот в этом году мы приурочили к этому дню два мероприятия. Первое – это уборка территории в районе Южного Перехода на разделительных дамбах. Убрали там пластик, мусор, который там накапливается после рыбаков. И еще одно более уже масштабное глобальное мероприятие – это, конечно, зарыбление искусственного водоема, который сформирован в нашей гордости городском курорте притяжения. Водоем не может быть полноценным без живности. Но сама по себе она там не заведется, вот и пришла пора заселить озеро Рубы. Делают это по науке, а не по наитию. Было получено заключение специализированной организации «Зарыблять в два этапа». Мы остановились на двух породах рыб – это сазан и толстолобик. Эти рыбы выбраны исходя из того, что они способствуют самоочищению водоема. Таким образом будет исключено образование или рост нежелательной растительности. Привезли рыбу из Труицка. Труицкая продовольственная компания – один из самых крупных поставщиков водных биоресурсов в Уральском регионе. Работает на рынке больше 10 лет, владеет достаточным количеством маточного стада различного вида рыб. В этом году водоем парка притяжения прирос 20 тысячами обитателей. Как будет проходить зарыбление этого водоема дальше, станет понятно только после зимовки. Для экологов ММК уже отработанная практика. Именно так уже 6 лет проходит зарыбление Урала. Всего с 2018 года на текущий момент мы уже выполнили работы. И выпустили в Магнитогорское водохранилище 800 тысяч штук сазана, 70 тысяч штук белого амура и 190 тысяч штук толстолобика. Также планируем эти работы и в этом году. В работе экологов нет сезонности. Реализация крупномасштабных экологических программ ПАО ММК, направленных на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, проходит ежедневно, ежечасно и даже ежесекундно. Работают сероулавливающие газоочистные установки и системы пылеподавления. Возводятся современные металлургические агрегаты. На наших глазах меняется экологический статус города. И в этом есть большая заслуга людей, кто стоит на страже защиты окружающей среды. Экологам быть несложно, потому что экологи, наверное, так же, как учителя, это призвание. То есть мы работаем не за большие зарплаты, а мы работаем, грубо говоря, за идею. Ну а идея – это о том, чтобы экологические проблемы, которые в общем нашем доме – земля, они решались. Елена Ткач, Вячеслав Гусев, Алексей Абашин, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Хорошая альтернатива загородному отдыху. В Магнитогорске начали свою работу городские лагеря. Всего их в этом году 41 при 38 школах и трех центрах дополнительного образования. Провести время с пользой в течение летних каникул в пределах города смогут более 8 тысяч ребят. О летнем досуге юных магнитогорцев расскажет наш корреспондент. Вероника и Аня в городском лагере уже не в первый раз. В этом году третий классниц педагоги привлекают в качестве поддержки для развлечения малышей. Городской лагерь «Радуга» при 65-й школе ежегодно принимает по 100 ребят в первую и вторую смены. Ребятки к нам приходят из разных школ. Есть из нашей школы и есть из ближайших школ. Здесь дети ходят по желанию, куда они хотят. С утра наблюдали такую картину, что дети приходят, они просто обнимаются со своими учителями. Очень приятно наблюдать со стороны. Для большинства детей городской лагерь – альтернатива загородному отдыху. А главная возможность провести время с пользой. Потому что там можно найти разных друзей, познакомиться с кем-то. И там интересно, можно поиграть. Потому что лагеря очень вечно, можно найти новое слогонство, и мы часто куда-то ходим. Что это такое? Это рука, лось, медведи, круговорот, земля. В этом году лагеря с дневным пребыванием организованы по традиции не только в школах, но и в центрах дополнительного образования. Так, в лагере «Самоцветы» при Правобережном центре отдохнут в каждую смену по 600 ребят. Первый набор, вот эта вот первая смена – это в основном дети, которые занимаются в наших кружках. Здесь, на Галюлина, 17 и в наших детских клубах. В течение трех недель детей ожидают всевозможные развлечения. От внутрилагерных мероприятий до походов в театр и кино. Потому родители могут не переживать. Дети проведут летний досуг продуктивно и весело. Елена Старостина, Алексей Башин, телекомпания «ТВИН». К другим темам нашего обзора. В храме всех святых, расположенном на площадках ритуальной компании «Евросервис», начались отпевания. Это значит, что первый кладбищенский храм в Магнитогорске начал постоянную и полноценную работу. Его настоятелем стал епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Владыка Зосима, а старостой – руководитель Евросервиса Евгений Могулевцев. Какие еще новшества внедрены в работу компании, узнаем прямо сейчас. Так молитва Евгений Могулевцев начинает каждое рабочее утро. Сегодня уже можно смело утверждать – храм всех святых начал полноценную работу. Функционал первого кладбищенского храма в нашем городе специфический. Здесь будут проходить все обряды и таинства, связанные с проводами усопшего в последний путь. Как говорят компании и епархии, в точном и полном соответствии с православными традициями. Их много, они глубокие и заслуживают отдельного большого разговора. У нас идут отпевания в храме, у нас идут службы в храме, и можно также даже заказать ночью, чтобы помолиться с родственниками. Начало работы храма, продолжил Евгений Могулевцев, Совсем не значит, что представители других конфессий будут обделены вниманием и помощью сотрудников компании, которые знают тонкости погребальных церемоний всех основных вероисповеданий нашей страны. Сегодня в целом в похоронной отрасли мощный тренд на возврат к истокам. Для кого-то это православие, другие помнят, как проходили прощания под звуки духового оркестра, предпочитая гражданскую панихиду. Планируем еще возродить прощание с духовым оркестром. У человека в жизни бывает однажды только рождение и однажды только смерть, да? И второй уже не будет. Поэтому, конечно, все должно быть достойно и торжественно, и прям по-человечески, потому что отдаются почести и подводятся итоги жизни. Следование глубоким и мудрым традициям православия не мешает внедрению самых современных технологий как в организацию похорон, так и в благоустроительные проекты. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди, изображенные на погребальных портретах, красивые? Работы ретушора скажут одни и будут в чем-то правы. А если заглянуть чуть дальше, может быть, это последняя просьба уходящего? Запомните меня таким, красивым, жизнерадостным, живым. В этой сфере в Евросервисе зафиксирован очередной технологический прорыв. Портрет – это первое, на что обращают внимание, когда приходят на захоронение, чтобы почтить память усопшего. Поэтому к выбору портрета нужно подходить с особым вниманием, с особой тщательностью. Это, можно сказать, главная часть надгробного сооружения. И вот именно, учитывая пожелания, индивидуальные пожелания наших клиентов, мы представляем новую эксклюзивную коллекцию портретов больших форм из стекла и керамики. Для того, чтобы люди имели представление, как это будет выглядеть в комплексе, выставочные образцы портретов в галерее компании уже обрамлены в камень. В связи с презентацией новой и действительно уникальной коллекции, в Евросервисе разработали специальное предложение. При заказе вот такого полноформатного и на века портрета скидка на сам памятник может достигать 70%. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, Телекомпания ТВИН. На кончиках пальцев подведены итоги шестого турнира по шахматам для людей с ограниченными возможностями. Главный приз – Кубок городского собрания депутатов. Организатор турнира – Магнитогорское отделение Всероссийского общества слепых. С каждым годом число участников соревнований растет. На этот раз их было более 50 человек. Как на ощупь отличить белую пешку от черной? Сразу ответим на прозвучавший вопрос. Никак. Если вы зрячий и не обладаете специальными навыками и умениями, есть целые методики тренировок для слабо- или совсем невидящих людей, чьему мужеству и жажде жизни здоровые могут позавидовать. В Магнитогорском отделении Всероссийского общества слепых шахматная тема развивается десятилетиями. Но вот так, централизованно, еще и на Кубок городского собрания, шахматные баталии разворачиваются на протяжении шести лет. Первый турнир прошел в 2019 году. Тогда приглашались все желающие, в том числе из окрестных кварталов. Единственное условие – справка об инвалидности. С годами росло и мастерство слепых шахматистов, и число спортсменов. В этом году понадобились даже отборочные поединки. Город наш действительно со временем может стать городом шахмат, потому что постепенно, постепенно мы притягиваем все больше и больше жителей, людей с инвалидностью и без инвалидности. И вот уже дошли до того, что в этом году в честь юбилея города наши активисты, вот нашего общества, Всероссийского общества слепых, написали гимн шахматистов-магнитки. Премьера гимна состоится в сентябре, во время чемпионата города по шахматам. Пока же самая приятная часть турнира – награждение победителей. Эти соревнования ко всем своим плюсам, а у шахмат минусов нет. Еще и отличная возможность просто пообщаться. Согласитесь, это чрезвычайно важно для тех, кто буквально заперт в четырех стенах своего жилища. Многие без посторонней помощи не могут даже на улицу выйти. А здесь такая возможность. И мастерство свое показать, и с близкими по духу и судьбе пообщаться. У нас какие только спорты не развиваются, каких только секций нет. Но шахмат – это мозги прежде всего. Этот досуг очень интересный для детей и для взрослых. И вот общество инвалидов в шесть лет, как проводит такое, мы вместе проводим этот вот шахматный соревнование. И уже вот анонсировано было сегодня, что осенью впервые прозвучит гимн шахматистов «Магнитогорска». Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше участвовал в этом турнире. У этого пожелания председателя городского собрания есть все предпосылки сбыться. По окончании турнира шахматы в тумбочку убирать не стали. Организовать партейку другую с единомышленником в свободную минуту – это приятная обыденность в «Магнитогорском обществе слепых». Игорь Гурьянов, Владислав Гущик, телекомпания ТВИ. И на этом наш выпуск завершен. Собственную ретроспективу главных событий недели вы можете составить сами, заглянув на сайт нашей телекомпании. А мы с вами обязательно увидимся. Там же время местное. Субтитры создавал DimaTorzok